Александр Иванович Гурдов, Зубробизор Международного Страхового Рыбка. Спасибо. Я очень коротко представлюсь. Я начинал свою деятельность как ученый, занимался теорией передачи информации. В 10-12 работал в российском бизнесе как управленец, как владелец, как инвестор. В 15-15 работал в качестве одного из топ-менеджеров крупной транснациональной финансово-страховой корпорации, откуда приобрел достаточно много интересного опыта. В частности, заключающийся в том, что у меня создалось впечатление, по крайней мере, что то будущее, которое строится, определяется уже давным-давно вовсе, уж понятно, не рынком и не стихийными движениями. Это будущее придумывается и реализуется. Для того, чтобы реализовывать в мировом масштабе будущее, необходима огромная концентрация средств. Эта концентрация средств происходит, если 4-5 лет назад 1% населения Земли владел 50% всех средств, то на сегодняшний день тот же самый 1% владеет 84% средств. За 4 с небольшим годом концентрация капитала выросла так, как не растет ни одна отрасль индустрии, включая финансовую отрасль. Понятно, что для того, чтобы реализовывать вот эту задачу большого хапа, необходимо огромное количество институтов. И в этом смысле вопросов, которыми занимает Сергей Борисович, они крайне... Но, к сожалению, пока... Вот прозвучало, да, это действие Гомонса, и Сергей Борисович это подчеркнул, ограничивая вопрос минимизации транзакционных издержек вопросом обмена. Но вопросами обмена в мире занимаются, кроме всего прочего, институты, которые вводят санкции, которые определяют порядок выделения средств странам, государствам и так далее. То есть, огромное количество институтов работают на придуманное ими будущее, увеличение концентрации ресурсов. Другое дело, что то будущее, которое придумано и которое крайне успешно реализуется, оно приходит к тому, что нуждается в следующей задачи, в задачи следующего дня. Потому как, ну, хорошо, за 4 года догнали концентрацию с 50% до 84%. Значит, за следующее 5-летие эта концентрация с учетом ускорения этого процесса достигнет, не знаю, 95% или 99%. А дальше что? Что предлагать дальше? И в этом смысле, допустим, появление такого явления, как блокчейн, это попытка изменить систему контроля, например. Ну, отчасти одна из, не блокчейн, а вообще системы распределенных реестов. Это попытка как бы демократизировать процесс контроля. Понятно, что 1% будет против него. И мы знаем, какой процент будет против введения подобной системы контроля взамен, например, авианос. Ну, не очень хорошая система контроля. Дальше. Если взять транзакционную формулу как таковую, забыл автор, прошу прощения, она была опубликована где-то в 2006 году, то из этой формулы следует, что для минимизации издержек в целом системе необходимо сокращение количества компаний. А ведь это означает, что суть бизнеса, как самостоятельного предпринимательства, должна очень существенно трансформироваться. Ведь что есть идеал экосистемы, экосистемы взаимодействия? Этот идеал, это когда объект или актив, принадлежащий вам, с нулевыми транзакциями вписывается в бизнес-процесс, который принадлежит группе других субъектов. Все, фулл стоп, точка. Вот эта замечательная штука может реализовываться без транзакционных издержек, если при этом не возникает, например, перехода субъектности, владения. Как только возникает переход субъектности, владения, сразу дополнительная транзакционная издержка. Поэтому суть предпринимательства, наверное, здесь это прозвучало, должна постепенно меняться в сторону того, что человек будет заниматься тем, что ему нравится, что его заводит. Неважно, делает ли вкусные пирожки или писать красивую информацию. Но не будет пытаться ради этого формировать компанию, регистрировать ее и так далее и тому подобное. То есть суть деятельности изменится. В этом смысле понятно, что мы все равно знаем процент, который будет против, потому что по вышесказанным категориям. И последнее, что я хотел сказать, чтобы не забирать много времени. Сейчас все отрасли, включая энергетику и все-все-все, все занялись вопросом так называемой цифровой трансформации. Поняли, что цифровая экономика, как мем, уже заезжена, не моден. Давайте заниматься цифровой трансформацией. Какую сторону должна была быть цифровая трансформация? Здесь, мне кажется, без того, что мы услышали, все более или менее понятно. Цифровая трансформация – это не автоматизация подраслевая, а это создание экосистемы, в которой объект, приближающей одному субъекту, легко вписывается в бизнес-процесс, приближающий другим субъектам. И развитие цифровых технологий сейчас предоставляет эти возможности. Сейчас предоставляет эти возможности как на основе контроля за этими процессами со стороны распределённых реестров, так и со стороны быстродействия системы и так далее. И еще одна вещь. Делойд определил цифровую экономику сегодняшнего дня, как систему, в которой происходят миллиарды взаимодействий между частными лицами, компаниями и субъектами. Миллиард взаимодействий в день. То есть, если говорить об экономике, не о техной коробке, а об экономике вообще, то экономика в сущности становится определяемым основным параметром. Это стоимость взаимодействий. Чем дешевле взаимодействие, тем лучше, и чем больше взаимодействий можно обеспечить с близкими к нулю транзакциями, тем лучше. Вот это как бы суть экономики связи, которая, возможно, придет на смену той экономике, которая является на сегодняшний день экономикой фокуса внимания. И сегодня давным-давно, уже экономика это не индустриальная, не финансовая, даже не финансовых инструментов, это экономика фокуса внимания. Примером тому является упомянутая здесь компания Netflix 3 или 4 года назад. Капитализация этой компании превышала ее прибыль в 369 раз. То есть с учетом NPV и прочее прочее, компании надо было бы работать около тысячи лет для того, чтобы оправдать свою капитализацию. Интересный факт, что это происходило тогда, когда Netflix была компанией одного сервиса. Она еще не делала кино. Тогда она занималась только дистрибуцией фильмов. Один сервис, причем очевидно, что технологически он умрет лет через стол, несколько и на тысячу лет была рассчитана капитализация этой компании. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. В «Цифровая экономика» есть такой журнал. Есть, допустим, статья «Экономика связи в скобках моделей». «Интернет-объекты и экономика связи». Как так называется? Как вас зовут? Гурдус Александр Астаренко. Спасибо большое.